Сегодня пятница 13-я. Сочетание этого дня недели и этого числа наделяют мистическим и часто негативным смыслом. Считается, что именно в пятницу 13-я происходят самые страшные события. Некоторые люди даже отменяют переговоры или не летят на важные мероприятия, а кто-то просто смеется над суевериями. Так что же такое пятница 13-я и как обезопасить себя от потенциальной опасности? Страшная дата пятница 13-я наводит ужас на особо впечатлительных. Еще бы, ведь в этот день распяли Христа. Ева дала попробовать Адаму то самое яблоко, а Каин убил брата. Кстати, в наши дни, в пятницу 13-го, тоже частенько происходит какая-нибудь чертовщина. Теряются вещи, ломается электроника, а черные кошки так и норовят перебежать дорогу. Случаются вещи и посерьезнее. Так, например, 13 января 2012 года в пятницу затонул лайнер «Коста Конкордия» — крупнейшее европейское судно, на борту которого находились 4200 человек. А в 2015-м, в пятницу 13-го, мир потрясла серия терактов в Париже. Если не брать в расчет массовые катастрофы, наверняка у каждого из нас в какую-нибудь из пятниц 13-го хотя бы раз в жизни случались неприятности. Это может быть все что угодно, начиная от плохого самочувствия, заканчивая несерьезной аварией. Однако психологи уверены, причина подобных бед вовсе не пятница и даже не 13-е число. Да, это некий стереотип, это такая установка. Если идти в психологию по юнгу, это такое коллективное бессознательное. То, что многими веками накапливалось и вот теперь так закоренело действует в нас. Я могу ехать, условно сейчас, я могу ехать в пятницу 13-го по дороге, увидеть аварию. И говорю, да, вот сегодня пятница 13-й. И вчера, и позавчера я их встречала, но такого пристального внимания не обращала на это. Специалисты уверены, если вы слишком сильно волнуетесь в пятницу 13-го и придаёте этой дате большое значение, вам просто не хватает острых ощущений. И таким образом вы пытаетесь восполнить их недостаток. Но помните, кто ищет, тот всегда найдёт. Поэтому лучше переключите своё внимание на другие вещи. Как важно свой день строить из яркости событий, наполненности. И уж тем более в пятницу 13-е, как, возможно, вариант ухода от вот этих установок, не знаю, какое-то новое дело начать. Не знаю, начать заниматься спортом не с понедельника, как мы любим, обещаем себе, а с пятницы ещё с 13-го. При правильном подходе этот день может стать продуктивнее, чем остальные. Его можно сделать особенным, в хорошем смысле слова. Люберчане, кстати, по большей части в приметы не верят. И на пятницу 13-е смотрят весьма позитивно. Я не суеверный человек. Пятница 13-е – это просто число. Поэтому ничего сверхъестественного я в этом не вижу. Может быть, я вышла замуж 13-е, в пятницу в итоге не живём. Поэтому всё вполне возможно. Самое лучшее число. Папа был военным, лётчиком. Самолёт 13-е, эскадрилья 13-е и всё остальное 13-е. Так что не верьте. Я считаю, что любое число, любой день, лишь бы было настроение. И тогда всё будет хорошо. А настроение, как известно, мы создаём себе сами. Пятница – это конец рабочей недели. Впереди выходные. И когда, как не в этот день, радоваться и веселиться. Назло всем приметам и суеверием. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ.